Самая главная проблема при принятии сложных решений состоит в том, что у нас недостаточно вариантов, которые мы рассматриваем, принимая решения. Были проведены соответствующие исследования, очень масштабные на самом деле, которые учитывали принятие решений в большом количестве американских компаний, причем разных, как таких гигантов, так и относительно небольших компаний с государственным участием, без и так далее, благотворительные фонды и прочее. И выяснилось, что только в 29% случаев, принимая решения существенные, которые потом отразятся на будущем компании, только в 25% случаев рассматривалось больше одного варианта. То есть, условно говоря, представим себе ситуацию. Вот у вас соседи говорят, мы будем уезжать в дачный поселок, и мы продаем. И вы сидите и думаете, ну там бабушка у вас есть, купить это, не купить. Значит, вы находитесь в конструкции 71%, потому что у вас только один выбор, одна квартира. Кажется, что есть альтернатива, потому что или покупаешь, или не покупаешь. Но это так называемое когнитивное искажение, иллюзия альтернативы. То есть, вам кажется, что альтернативы есть, а на самом деле нет. И вот выясняется, что потом оценивались результаты этих решений, что в тех случаях, когда был только вариант или-или, и не было нескольких вариантов, вероятность успеха была равна, по сути дела, подбрасыванию монетки. То есть, если у вас нет альтернативы, и вы рассматриваете один вариант, то в этом случае вы, по сути дела, просто подбрасываете монетку, потому что последствия вашего решения, они таковы. Что же происходит? В чем хитрость? Дело в том, что когда вы начинаете рассматривать несколько вариантов, у вас появляются вот эти Г и Д. Потому что когда вы рассматриваете только один вариант, у вас есть А, Б и В. Бабушка, садовый участок и цена. Все, привет. Значит, когда вы начинаете, у вас появляются другие варианты, вы видите, что есть вопрос географической удаленности, есть вопрос переезда бабушки, есть вопрос 5 и 10. То есть, наличие других вариантов, когда вы их рассматриваете, по большому счету, просто увеличивает количество критериев. И чем больше критериев вы учитываете, тем более точным будет ваше решение. Это обычное правление. Это вот у Ницше была такая гениальная фраза, я ее люблю цитировать, хотя не помню точно. Значит, фраза заключалась в следующем. Значит, когда вы заканчиваете постройку дома, вы всегда знаете одну важную вещь, которую нужно было знать до начала постройки дома. Значит, о чем эта метафора, этот афоризм, Ницше у нас гений афоризмов. Гениальность здесь очень простая. Когда вы находитесь в рамках своего ограниченного представления о реальности, а мы с вами, занимаясь принятием решений, значит, есть некая реальность, то, что происходит на самом деле, и есть то, как мы ее видим, представление об этой реальности. И вот наше представление о реальности обусловлено нашим актуальным состоянием. То есть, условно говоря, вот вы захотели себе построить дом, потому что вам, значит, живете вы в городе, все, вас это достало, хотите в Гуж, в деревню, в Саратов, значит, Саратов хороший город, значит, хотите, значит, уехать. И вы детерминированы вот теми обстоятельствами, что вас утомил в транспорт, что у вас утомили эти очереди какие-то в метро, что вас утомил там, я не знаю, рабочий ритм, что продукты несвежие и так далее. Вот вы находитесь под воздействием актуальной ситуации. И в этом смысле ваше восприятие сужается. То есть, ваше представление о реальности становится узким, потому что его задача, вот этой вашей мечты, вашего решения, в том, чтобы снять проблемы, которые вы видите сейчас. Но когда вы там окажетесь, у вас же появятся новые проблемы, новые обстоятельства дела. И для того, чтобы не оказаться в ловушке того, что вы решаете, что называется, вот это, нос достали, хвост увяз, надо, чтобы сразу же продумать и про хвост, и про нос. И для того, чтобы это сделать, очень важно иметь альтернативные варианты и справиться с иллюзией альтернативы. Запомнили? Иллюзия альтернативы. Лавливайте, чтобы у вас было много вариантов, которые заставят вас увеличить количество критериев, потому что они покажут, что эти места отличаются чем-то друг от друга. Вот. И чем больше критериев, тем ваше представление о реальности будет объемнее. Чем ваше представление о реальности будет объемнее, да, и вы не будете скованы всякими разными, что вас там, муха укусила, тем у вас, соответственно, ваше представление о реальности шире, круче и замечательнее. Надо помнить главное правило, потому что мы всегда, когда с вами принимаем решение, мы находимся в ситуации, что реальность нам полностью неизвестна, недоступна. Вы не знаете всех подводных камней. И вопрос, что вы задумаетесь, это же тоже когнитивное искажение. Очень забавное когнитивное искажение. Мы не знаем того, чего мы не знаем. Если бы мы знали того, что мы не знаем, мы бы проявили интересы, могли бы узнать. Но поскольку мы находимся в конструкции, что мы не знаем, чего мы не знаем, мы даже не знаем, куда смотреть. Поэтому неважно, какое решение вы принимаете о покупке квартиры, о выходе замуж, о рождении ребёнка, о смене места работы, о проекте, браться вам за него или не браться. Это всегда ситуация, при которой мы находимся в неком туннеле своего мышления, наше представление о реальности ограничено набором имеющихся у нас знаний. Как заставить мозг, а мозг такая штука консервативная, она не знает, что не знает, и баста, карапузики кончились и плески. Его нужно поставить в ситуацию вот этой неопределённости, увеличив количество вариантов, которые вы выбираете. Какие варианты могут быть, выходить замуж или не выходить замуж? Вот это иллюзия альтернативы, выходить или не выходить замуж. Потому что здесь вы можете, во-первых, могут быть, какая переменная? За кого выходить замуж? Переменная. Потому что теоретически могут быть другие персонажи. И дальше их можно по критериям, так сказать, сразу появляется. Понимаешь? Этот Васька умный, а Петька красивый. И всё, выбирайте. А у одного 10, у другого 1. И всё, вот ваша математика. Соответственно, могут быть разные персонажи. Может быть, не заключение брака, а гражданское партнёрство. Может быть, рождение ребёнка или не рождение ребёнка. На самом деле, куча опций, которые могут быть. Проект. Браться за проект или не браться за проект. Давайте мы, если одна альтернатива. У вас есть этот проект или нет этого проекта? Да. Но, условно говоря, вы можете подумать о том, как вы ещё можете потратить время, которое у вас есть. Это альтернатива. Потому что есть какие-то другие варианты, что вы можете делать. Вы можете это делать в разных комбинациях. С разными людьми. С разными договорённостями. На разные сроки. На разные условия. У вас появляются уже разные проекты. Вам говорят, давайте сделаем вот это тогда-то. А вы говорите, а если вот так вот, и дальше появляется альтернатива. И вам есть, что обсуждать с вашим заказчиком, который предлагает вам этот проект. Значит, уловили. Если вы хотите увидеть скрывающиеся, убегающие от нас факты, посмотрите альтернативные, реально альтернативные варианты и оцените их потенциал. Это потенциал.